Большое спасибо! Садитесь, пожалуйста! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо! Я помню свою первую учительницу, Марию Андреевну. Она научила нас тому, что, когда мы были первоклассники, что почему-то надо учиться. Такое неожиданное было для нас впечатление. Не знаю, как вы, но я помню, первый день из школы выхожу, мы спускаемся по лестнице и говорю своему парню, который рядом идет, товарищу, с которым мы еще знакомы были до школы, я говорю, слушай, по-моему, школа нормальная. Будем ходить? Он говорит, да, мне тоже понравилось. Вот это вот эфир первого учителя. И не случайно этот год в России – это год педагога и наставника. Вы – наставники уж точно сидящие в этом зале, люди. Поэтому поздравляю вас с такой оценкой. И когда мы стали уже четырехклассники, Мария Андреевна собрала таких вот, у кого-то что-то в голове осталось после первых трех классов, и говорит, ребят, у меня вот новый первый класс, вы будете ими заниматься. Будете приходить и с ними что-то вести. Поэтому вот моя дорога к тому, чтобы стать наставником, началась с моей первой учительницы. Мы встречались буквально недавно, три недели назад, с нашим курсом. Я закончил Юрфак МГУ, юридический факультет, кафедра теории государства и права. История политических учений и правовых. И мы встречались и вспоминали тоже наших таких самых любимых, самых много в нас вложивших учителей. Я тоже хотел бы о них вам рассказать. Это Олег Лесть, человек, который прошел войну, был фронтовиком. Я учился уже в 80-е годы, в середине 80-х. И при этом он был человек, опередивший эпоху. Вот сейчас, в последние годы, мне часто говорят, слушайте, нам нужна идеология. Еще говорят, государственная идеология. Я говорю, у нас в России есть лучше, чем идеология. У нас есть русская мечта. И у людей, которые живут в дружных странах, тоже такая мечта есть. Не надо никакой идеологии. Вот Олег Эрнестович Лесть еще в 86-м году сказал, когда один из студентов тогда спросил его про идеологию, что-то он говорит, Слушайте, идеология – это из 19-го века, из первой половины 20-го. Это уже 80-е годы. Какая идеология? Сейчас все сложнее, все интереснее. Представляете, насколько далеко человек смотрел, и он навечил меня слово «республика». Что это из латыни идет «рес» – вещь. Публика, собственно, народ. И когда ты понимаешь, что все большое строится только вместе, когда не кто-то один главный, не кто-то один все получает, а когда строится вещь общая, какое-то общее дело, когда много людей получают успех от такого дела, то это совсем другой масштаб. И мне кажется, мы построили с вами такую тоже республику, построили общее дело, и мы с вами на раздачу успеха еще для тысяч и десятков тысяч людей. Другой наш большой учитель, вот он еще слабого жив, был на встрече с нами, Константин Лубенченко. Это автор нашей Конституции 1993 года России. И тогда, когда он ее помогал писать, мы очень гордились тем, что у него учились. И сейчас вот у нас уже была дискуссия, он уже мне предъявлялся за Конституцию, значит, что мы с ней тут делаем, как мы ее поправляем и так далее. Поэтому, видите, история очень интересная вещь, что потом твои учителя с тобой разговаривают как-то по-новому. Это для меня новое впечатление тоже. Я теперь хоть понимаю, что я в Нурфаке и МГУ не зря учился. Сейчас хоть работаю по профессии, наконец. Ну, и тогда же, в эти годы, я встретил тех людей, которые, наверное, дали мне эту гуманитарную составляющую, гуманистическую. Собственно, и, наверное, то, что я предопределил, то, что мы, наверное, с Александром Дованковым стали строить то, что потом стало называться Фаберлик. Первый мой такой комиссар, первый человек, который обучил мне, что такое психология, что такое педагогика, это был Олег Гишин. Такой мужчина с большой бородой. Я его впервые видел в Буденовке, он шел. Почему-то на Буденовке бассюния звезда. Я говорю, а мы же думали, что на Буденовке звезды должны быть красные. Я говорю, а почему звезда синие, а не красные? Он говорит, мы же конный отряд дозоров, поэтому у конников синие звезды, у пехоты красные, у артиллеристов черные были. Ты не знал? Я говорю, нет. А я еще только-только школу заканчивал. И он мне рассказал не только это, это я пережил бы без этого жизнь, но он научил нас, что такое деятельная педагогика, когда ты не бегаешь за детьми. Он рассказал историю, как один мальчик сказал ему, когда он еще был примерно в моем тогдашнем возрасте, «Дядь, ты меня сначала выгони, потом воспитывай». И мы с вами строим жизнь не так, что мы за всеми бегаем, а мы стараемся работать с теми, кому интересно у нас чему-то учиться, кому интересно строить жизнь вместе с нами. Мы организуем их деятельность, но при этом сделать так, чтобы мы были интересными, чтобы они к нам приходили, наши ученики, наши товарищи. Вот это наша хитрая задача, и я думаю, в этом зале люди, которые с этим справляются. Следующим таким учителем в педагогике для меня стал Ричард Соколов. В 80-е годы в Советском Союзе имя Ричард, ну или Дик, было такое, да, достаточно необычное. И он мне по-новому открыл двух выдающихся педагогов, Антона Семеновича Макаренко и Станислава Теофиловича Шаскова. Ну, о Макаренке я что-то слышал, но то, как он мне показал Макаренко, что Макаренко – это не только педагог, это не только мощная сельскохозяйственная коммуна, которая кормила в 20-е годы тех, кто в ней жил, и кормила еще там целый кусок Харьковской области, но это еще и завод передовых фотоаппаратов ФЭД, когда школьники построили сами завод. Ну, тогда фотоаппарат ФЭД примерно как сейчас айфон. То есть это настолько была сложная техника в начале 30-х годов. Это очень... Я понял, что педагогик – это не про... Как локтем хлищи бают, да? Щи хлебают. А это про то, что делаешь передовое современное вместе с детьми, ты своими теми, кого ты ведешь вперед. И вот этот уровень делает лучшее, делает такое, что небывалое. Вот спасибо Ричарду Соколову за это. Владислав Петрович Кобивин. Наверное, многие тоже читали его книги сами, детям. Кто-то вырос на них. Я увидел, что кроме того, что заниматься деятельной педагогикой, ходить, водить, ребята, походы, заниматься поиском, помогать бабушку втихаря нарубить дрова, вот, незаметно, еще есть, конечно, такая романтика, которая связана с парусами, с фехтованием. И самое главное, не только то, чему Михаил Петрович научил, но то, что человек... Мы познакомились, мне было 20, наверное, сколько, да, 85-й год, даже меньше 20, 19 лет, а он был уже под 50. Но при этом я видел, что и в 50 лет можно оставаться мальчишкой. Ну, не в смысле мальчишки, в смысле сопливого, да, а в смысле, ну, юным очень душой, неугомонным, при этом уже с какой-то мудростью. Я был поражен вот такой живости, Михаил Петрович, Михаил Петрович, вот, и при этом песни, которые он написал, они до сих пор со мной, иногда я себе их пою, когда что-то, если какая-то нагрузка слишком большая. Потому что, думаю, ну, мне кажется, поэзия в нас, когда живет, то мы намного сильнее. А если эта поэзия еще ложится в песню, да, с музыкой, то это делает нас очень сильными. И вот эти... Спасибо. Эти три человека заложили тот фундамент, который потом еще несколько людей в педагогике отточили. Ольга Маринычева. Я пришел, точнее, она меня притащила в Комсомольскую правду в 87-м году и сказала, так, не счастлив, ты будешь проходить практику валом парусе. Я говорю, я учусь на верфаке, работаю с детьми, вожусь в парусные походы, не буду я никакой в Комсомольской правде работать. Нет, нет, ты будешь. Я говорю, хорошо, я буду. Я больно с тех пор, что надо женщин слушать и не спорить с ними. Она говорит, да. И я до этого... У меня был неплохой русский язык, но она мне начала ставить руку. И выяснилось, что журналистика это, во-первых, факты. Сейчас это звучит странно. Потому что сейчас журналистики что угодно, кроме фактов. А тогда, говорит, журналистика это всегда факты. Вот не твои там, что ты думаешь об этом. Факты есть? И вот эта школа до сих пор помогает. И научила меня писать ярко, выпукло, не зашорено, не штамповано. К сожалению, люди все равно читают и слышат нас и укладывают даже какие-то яркие, непривычные мысли. Все равно какие-то какие-то свои... на свои полочки кладут. Люди не хотят слышать какие-то необычные вещи. Люди хотят слышать то, что они знают. Вот. В этом есть сложность. Но при этом, когда мы сами стремимся каждый раз, не повторяясь, быть новыми, то мы живы. И вот это... Большое спасибо Ольге. И, смотрите, первое, факты. Второе, живым, ярким языком писать. И третье, он говорит, и помни, он мне отправил несколько командировок как журналиста. Говорит, помни, первый принцип журналистики не навреди. Я и сейчас встречаю журналистов, которые из этой школы. Ну, в общем, конечно, этот, к сожалению, принцип не навреди. Он тоже из журналистики потихонечку уходит. Вот, там сейчас разное звучит. Но я думаю, что те мастера, которые остались в журналистике, они этот принцип. Они его придерживаются. И я думаю, что вот он тоже лег в наше с вами общее дело. Мы стараемся делать все по-яркому. Делать так, как другие не делают. Стараемся, конечно, ни нашей продукции, ни нашими делами никому не навредить. Если я прав, то колодьтесь, пожалуйста. Спасибо. И Мария Нечева мало того, что заставила меня писать, она еще меня научила, что надо девочкам подавать пальто. Я говорю, да не буду я пальто... А мне, наверное, сколько там, уже 21 год, не буду я пальто подавать, что я, девочке, пальто. Вот эта советская школа, где мальчики и девочки это вместе хулиганят, это, конечно, свои плюсы несет и минусы. Она говорит, нет, девочкам надо подавать пальто. Женщинам. Я стал подавать пальто с тех пор и жизнь наладилась. Сейчас своих сыновей хочу подавать пальто, но один уже нормально, а второй еще пока рано им решили пальто. И Мария Нечева еще меня познакомила с Михаилом Петровичем Ищетининым. Ему тоже тогда было чуть больше 40 лет. Он был такой, как огонь, как молодой Суворов. Человек, который видел, как поменять школу и это делал. Я очень рад, что мы с ним потом возобновили наше знакомство уже в эту эпоху. Многие из вас знают о нем. Школа родителей человека была в гостях, в Текосе. И вы понимаете, какое и сейчас он огромное влияние на нас оказывает, когда его уже нет с нами, но и в 20 лет это тоже знакомство, которое показывает, что все можно делать быстро, успешно, и что человек это не какой-то специалист по узкому направлению, что человек это универсальное существо, что это универсум, что он живет в космосе, что человек это космические явления. и второй человек это Монашвили Шаова, вы тоже с ним многие видели наше видео, кто-то был у него, мои дети сейчас каждые лет уже два года ездят в лагерь, который он проводит у себя в Грузии, там все педагоги в основном русские, но он там сделал, конечно, в горах очень важную такую интересную летнюю школу, и вот эта человечность, какая-то любовь к людям не пойми за что. Вот наши мамы нас любят непонятно за что, согласитесь? Ну, просто так. Не то, что мы себя хорошо ведем, оказывается, и люди просто могут других любить ни за что, ни за что, ни просто, и деятельно любить, не издалека так опасливо, строя свои отношения. Вот я очень благодарен, что этот гуманизм, эта человечность, она, конечно, у нас от этих двух людей, нашего с вами от сообщества, от Михаила Петрова Щетинина, от Шалва Монашвили. Спасибо им большое, что Шалва жив, работает, очень мудрый, и, наверное, это самый сейчас светлый человек в нашей постсоветской педагогике. Спасибо вам, что вы тоже его знаете, помните. Я уверен, что вот эти практики, эти люди, наша собственная включенность, то, что мы работали с школьниками, студентами, и родила в моей команде желание не просто зарабатывать деньги, а в каком-то смысле слова построить новое сообщество, потому что то, что мы делали, как разновозрастные отряды, там, внешкольные, студенческие, эпоха ушла, пришли 90-е годы, стало понятно, что не в бюджете нет денег на поддержку этого, мы все выросли, у нас уже появились дети, надо было как-то детей своих поднимать, и при этом мы, конечно, не просто хотели зарабатывать деньги, хотели построить что-то, что большое, что-то, что капитализирует наши вот эти вот умения, сейчас бы сказали, компетенции в том, что мы работаем с людьми. И я думаю, вот этот опыт, вот этого коммунарства, божества, такие выдающиеся люди вокруг нас, молодых, родили в каком-то смысле слова, это один из тех фундаментов, на которых стоит компания Фаберли. При этом спасибо. Наверное, верно сказать и о тех учителях, и о людях, которые нас вдохновили на то, чтобы заняться косметикой, парфюмерией. Я подробно никак не рассказывал об этом, если интересно, я чуть-чуть расскажу об этих людях. Спасибо. У меня был такой момент смешной, когда я уже занялся тем, что стало, еще было чистой линией, еще даже стало русской линией, и меня одна знакомая спрашивает, слушай, а ты чем сейчас занимаешься? Я говорю, я косметикой. Она смотрит на меня, говорит, я тебя серьезно спрашиваю. Я говорю, что ты серьезно тебе говорю? Она говорит, ты на Мерседей сейчас ездишь? Я говорю, ну да. Ты на нем на косметике заработал? Я говорю, ну нет. Она говорит, еще я косметологов не знаю. в 90-е годы помните, косметологи были со всячем где разными были. И я так задумался действительно. И жена Александра Дованкова, Оля, говорит, Саш, вот раньше вы занимались инвестициями, на фонду, в рынке таковали, были серьезные люди. А сейчас, говорит, два косметолога стали. Мы такие, а что, нормально? но было ощущение, что что-то не то, какой-то есть дисбаланс. И я очень благодарен себе, что мне встретился Доминик Камели. Это наш первый парфюмер, человек, который создал для русской линии линейку из четырех женских парфюмов и одного мужского. О, де колонн назывался он неожиданно. Может быть, кто-то помнит эти? Он автор наших Брис де амор, Руби, вот эти Рубис, наших первых уже о Фаберлиге продуктов. Мы какое-то время назад выпускали Брис де амор в частной коллекции. Человек, который мне показал лучших французских парфюмеров, который рассказал мне историю о Латинской Америке, об Африке, где он много работал. Я увидел, что какой-то есть мир, который вот, наверное, на какой-то нашего русского стилиста точно я не хотел быть похожим. Ну и потом все-таки мы там с Сашей натуралы, так исторически сложилось слово. Поэтому как-то я не видел образца. И когда я видел Доминика и его друзей, они продают, что парфюмеры все очень много, курят цигары, такие большие носы у всех у французов. но тем не менее я видел, что эти люди очень интересные. И мы познакомились с Пьером Бурдоном. Вы его помните в 2004 году, когда он приехал в Россию. И важно, что они, конечно, все были люди, влюбленные в наши страны. Пьер Бурдон создал немецкую парфюмерию. Да, вот Давидов у Уотер это его испанскую парфюмерию. Я говорю, Бьер, а мы очень близки с ним по идейным взглядам тогда уже были. Вот, он был человек, который сторонник Деголя, такой голист. Мы тоже, например, такие были. И он говорит, слушайте, во-первых, хочу сказать, что вы постсоветское пространство, Россия, это фронтира Европы. Я говорю, как фронтира? Вы настоящая Европа. То, что мы это были в 2000-е годы, мы, говорит, все меньше и меньше похожи на ту Европу, в которой я вырос. Европу Деголя, Европу великих людей. Мы какие-то, говорит, становимся маленькие, мелкие, у нас уходит дух предпринимательства. Мы все больше похожи на последние годы вашего Советского Союза. У нас пособие этим. Люди, говорит, не работают, а хотят посуду получать, чтобы с нами не то происходит. И дальше, говорит, если бы я ему помоложе, я бы, поехал работать или в Россию, тут жена ему так джжжжжжжжжжжжжж, он говорит, ну или выйди, потому что там настоящая европа сейчас рождается. И вы помните эти ароматы, вы помните Пьера. И он ушел в отставку, но до сих пор мы ушли в другую весточку. Человек, который такой влюбленный и в свою профессию, и создавший вместе с Фабельлик русскую современную парфюмерию. И, конечно, большой вклад в наше восстановление внесла семья Феррари. Вы многие были на Интеркосе в Италии, в Милане. Я объездил все их заводы. Мне сын Феррари, как-то на машине мы с ним едем и поем песню «Белла Чао». Он говорит, а ты откуда ее знаешь-то? Ну как же, мы же в Советском Союзе все знаем революционные песни. Он говорит, понятно. Ну, давай петь вместе. Я помню этого все заводы. Он говорит, ты единственный человек, который у нас был на всех заводах. Тебе зачем это надо? Я говорю, я хочу сделать лучшее в Европе. Он говорит, ну лучшее в Европе — это мы. Я говорю, ну посмотрим завод. Прекративные косметики. Он говорит, ну ладно, если вы нас обгоните, я не против. Он говорит, ну ты вот приезжай, там через пять лет посмотришь наш новый. Вот мы пока новый, конечно, еще не превзошли. Но по некоторым моментам уже мы их удивляли уже 7-8 лет назад. И в этой семье самым большим нашим со-сторонником была мама Дарио Феррари. Ее звали Надя. Она дочь двух эмигрантов из России первой волны. И она, конечно, считалась русской. Русский знал так себя. Мы говорим, Надя, почему ты считаешься русской? Она говорит, ну посмотри, я что пью? Эти все пьют вино, а я пью с вами что? Водка. Мы говорим, короче, мы с тех пор не пьем уже как она. Вот. А уже и она не пьет. Вот. Важно что? Что вот это… Мы спорим с Дарией. Я говорю, Дарья, нам нужны очень хорошие цены на балк. Балк – это то, что расфасовано в помадах. Я говорю, нам нужны хорошие цены. Он говорит, ну у нас есть единая цена, что для Костян Диора, что для вас, что для Живанши. Надя сидит такая, говорит, сын, это же не русские женщины. Он говорит, да я понял, понял. Она говорит, они хотят все качественное, но дешево. Он говорит, смотри на меня. Я говорю, точно. Наши говорят, почему они готовы много платить? Они готовы? Он говорит, ну просто мне сейчас немножко тяжело с деньгами в начале 2000-х годов. Вот. Он говорит, угу. Ясно, говорит. А я им привез там черные икрыни из кабанок. Он говорит, ну, давайте китку дадим, что ли. Так мы с вами впервые в третьем году завезли те текстуры, которые были только у французских люксовых марок, а мы их получили со скидочкой. Поэтому не будь Нади с ее любовью к России, не будь Дарио, который, ну, спорить с мамой, ну, как и я, когда-то понял, что с женщинами спорить не надо. Это вот у нас свободка ковыровка была. Но интересно, что, конечно, увидев его, человек, который построил с нуля бизнес, который… Точнее, мама там сделала завод, который небольшой, белой косметики, а он сделал вот здесь макияжную всю эту империю интеркоса. И выручка у нее была уже под 100 миллионов долларов в момент, когда мы познакомились. Вот. Я говорю, а у нас было тогда 4 миллиона долларов, когда мы познакомились с ней. Вот. Я понял, что… О! Вот же образцы. То есть вот свои элегантности. Кто-то из вас смотрел фильм «Отпетые мошенники», может быть, старые? Помните, там учит один мошенник другого, как надо ходить и одеваться. Вот Дарья, он не был мошенником, и я не был мошенником. Но когда он, значит, плал руку в карман и облокачивался на камин, я этот фильм вспоминал, я понимал, что вот это люди, которые действительно огромного калибра, да, они не тырят мелочь по карманам. Их задача – делать продукты, которые удивляют людей, продукты, которых нет. То, что называется новаторство, инновационное, это как те мои учителя в педагогике, которые делали мирового масштаба вещи. Был проект школы третьего тысячелетия. ЮНЕСКО открыл 20 школ. Одна из них в Москве, одна из них в России, Михаил Петрович Синин ее делал. Сейчас, к сожалению, все эти школы закрыты, русская школа закрылась последней. То есть это были люди мирового масштаба. Вот эти наши учителя в парфюмерии, в косметике – это тоже мировые люди. И, как вы помните, эта дорога к таким учителям началась с того, что однажды нам принесли статью в газете про глупую кровь. Ну, прочитайте, там, как знаете, вот какая-то, наверное, есть интуиция. У нас мурашки пошли по коже. И у Саши Дованкова, у него папа, Вадим Александрович, он очень мощный химик. У них есть такая семья химиков. Дедушка был академиком, папа профессор, и его подавали на Нобелевскую премию за искусственную почку. И он нас тоже много чему научил, в том, что я вам все говорил, «Ребят, хватит заниматься торговой, идите делать производство и науку». Вот пришлось построить научно-производственную компанию. Ну, чтобы тоже Саша папа не ругался. И мы пришли и говорим, вот есть история про глупую кровь. Вы знаете его? Конечно. И он нам рассказал первый про Феликса Белоярцева, про всю эту историю, то, что еще тогда в газетах не печатали. И это было тоже, знаете, какое-то понимание, что вот люди делают вещи первые в мире мирового уровня научные прорывы. И захотелось это внедрить, сделать это не просто, чтобы это осталось в прошлом. Да, вот у нас, мы помним, какой есть задел у Советского Союза и у России был в космосе. Да, а сейчас мы даже не можем приземлить на Луне, да, наш аппарат. Вот, ну, стыдно, да. А вот здесь хотелось не просто, чтобы это было в прошлом осталось, славная история, а подхватить это и сделать из этого то, что мы с вами сделали, да. Большую радость для многих людей, реально работающие продукты, а не просто маркетинг, да, не просто упаковка. Поэтому давайте не забывайте наши качества. Ну и кроме, конечно, парфюмеров и людей в косметике, нам повезло познакомиться с Сержем Массо. Это человек, занимающийся упаковкой. Я сказал, что упаковка. Вот это, наверное, тоже большинство продуктов люксовых, которые вы знаете, французских, времен 60-х, 70-х, 80-х годов, это его упаковка. Вот, он с нами работал, очень обогатил наше представление вообще о дизайне, о промышленном дизайне. И, в частности, вот тот парфюм, который у нас один из лидеров продаж, портужур, так был, упаковка для него, для нашей свадьбы с Леной, с которой вы вчера познакомились тоже, был сделан Сержем Массо, и он живет отражением в том парфюме, который тоже один из радующих меня до сих пор, да, и фабрикой Девы Мегубышев. Вы хорошо помните, что все эти коды, и в конце 90-х, и в 2000-е годы, они в нас жили. Мы хотели, чтобы деньги из России не уходили за границу, а оставались здесь и превращались в научные разработки, в производство, в то, чтобы люди зарабатывали здесь, чтобы мы платили здесь налоги. Мы с вами сделали программу «Большая кислорода», да, посадив несколько сотен тысяч деревьев. Потом сделали программу, вместе с движением ЭКО, посадили вместе десять миллионов, да, тоже молодых саженцев в неудобьях, и много программ у компании было связано и с животными, да, и с помощью тем, кто сам не может видеть вместе с собаками. Это, наверное, просто органически свойственная нам функция. Для многих это такой пиар, а у нас это кусок жизни. А вот, например, сказали лидеры, говорят, слушаю, одна компания сделали форум в том же ДК, где рядом мы сажали деревья. И говорят, мы, фабеликовцы, дамы, в сапогах резиновых, значит, лопата, саженец, и они идут себе, значит… Как это… Как это… Все такие нарядные. Я говорю, ну, мы нарядные же тоже бываем? Я говорю, да, бываем. Я говорю, да, не волнуйтесь, эта компания к нам присоединиться. Так и случилось потом. Вот поэтому кто-то сажал деревья, оттуда ходил и ходил на праздники, кто-то ходил только на праздники, поэтому, видите, кто сажает деревья, там больше даётся. И вот это такое желание делать для мира что-то хорошее, оно у нас стало системой. Да, это и школа развития человека, когда мы лидерам давали не тренинг личностного роста, а давали ту широту людей, идей, которая и делает человека большим. Это и программа «Капитаны», которую тоже мы вместе с вами начали в тринадцатом году, и которая уже тысячи выпускников дала в Москве и ещё в десяти городах. Она сейчас работает. От неё появилась программа «Я в деле». Вот. Обсуждал её вчера с министра финансов. Он говорит, как у вас эта программа? Я в доле. Я говорю, нет, я в деле. Уже 76 тысяч студентов в этом году охвачено. Представляете, эта программа? В прошлом году было 25, сейчас 76, и сама растёт, она получила поддержку президентской Федерации. Это всё у нас с вами. Мы фотографируем, когда с элитной команды, с драгоцветными директорами. Несколько человек говорит «Я наставник, я в деле». Я говорю «Понятно, да, вот». Дорогие друзья, вот это всё нас вело в то, чтобы больше приносить пользы стране. Помните, когда была метафора, у нас есть одно крыло – бизнесовое, и второе крыло – польза людям, польза обществу. Наверное, кто-то может на одном крыле лететь, но нам проще на двух. Ещё хвостом, значит, подруливать. И, конечно, я думаю, что вся жизнь нас привела, вся наша социальная заряженность, потому что мы с вами сделали политическую партию в России. Уже партия с таким названием возникла в Киргизии. Значит, они приезжали ко мне советоваться. Интересно, что и в этой сфере, сфере работы о власти, в политике тоже есть наставники. Ну, вот если те, о которых я рассказывал раньше, они скорее такие символические отцы, матери, да, то есть символические родители. То есть здесь, наверное, скорее это больше старшие братья. Очень интересно, что когда ты что-то начинаешь делать, то есть очень хорошая реакция этих людей, которые что-то понимают, А они тебе говорят, слушай, нечаясь, вот ты не понимаешь, и объясняют, как что работает. Я сначала думал, блин, сколько я всё не понимаю. А Инд, мне кажется, даже расстраивался, что вот это я не понимаю, это я не понимаю. Ну, потом стал понимать. Мне говорят, это чудесно. То, что хуже, я сейчас это сам вижу, когда человек что-нибудь говорит, им вместо того, чтобы объяснить. То есть своим говорят, слушай, ты не понимаешь, и объясняют. А людям, которые такие совсем вот, им говорят, да, хорошо, всё, мы вас слышим. Потом человек выходит, ему говорят, не, ну, он не понимает. Вот я очень рад, что у меня есть люди, которые тоже помогают мне делать верные шаги. Вот, ну, не будем сегодня их называть, я думаю, позже как-то. Мне через пятнадцать тоже не скажем. Ну, мы очень тоже благодарен, потому что вот выяснилось, что наше представление о том, что работает, отличается от того, как что работает. Наши представления, что можно сделать и нужно сделать, отличаются от того, что можно и нужно сделать. Мне очень повезло, что идя во власти, я понимал, что сделать можно особенно быстро. Очень мало. Вот. Ну, в принципе, помните, в фабрике мы тоже говорили, что в России надо жить долго. Ну, и не только в России, я боюсь, что сейчас вообще в мире надо жить долго, чтобы что-то сделать. Ну, и тоже компанию мы строили не один же год. Поэтому эта готовность учиться делать то немногое, что можно прямо сейчас, делать следующее. Не пустили в дверь, как мы делали? В окно. Мы начали за кошку, иногда через крышу, иногда через подвальчик. Поэтому очень считаю закономерно, что нас с вами в это привело. И было бы неправильно сказать еще о моих людях, которые меня вдохновляют, с самого детства. Это моя мама, папа. Я однажды с мамой советовался. У меня была развилка. Делать такое дело или другое? Положить меньше денег? И, по-моему, эту историю я рассказывал некоторым из вас. Говорю, мам, вот здесь можно 500 тысяч ложить и построить такую историю вот одну. Ну, а можно миллион-два вложить долларов, мне еще надо будет занять и построить такую большую, там, миллионов на пятьдесят долларов. Ты как мне советуешь? А мама школьная учительница, она, конечно, понимает и в миллионах долларов. Да, и в бизнесе, конечно. Но она мне дала совет, который, собственно, и привел к тому, что мы построили Соберлик. Говорит, слушай, делай большое. Лучше займи, лучше больше вложись. Ты все равно будешь полностью, что маленькому отдаваться делаешь, что большому. Ну, большое, мне кажется, интереснее тебе. Я говорю, мама. Это только одна маленькая история про мою маму, чем у меня хорошему научила. И, наверное, дальше что-то плохое новое, но это сейчас и не будем. Да, заставили пойти танцевать, вообще все. Ну, вот. Больным танцем, представляете? Ужас! Мама, они знают, как тебе продать что-то, да? Мой папа, многие тоже из вас его знают. Он инженер, человек потом, много работавший во внешней торговле. Конечно, он дал очень много культурных кодов. И он был нашим первым закупщиком оборудования. Мы покупали сначала поддержанные линии в Европе. Потом сказал так, хватит покупать поддержанные, а давай покупать новые. Я говорю, пап, новые, дорогие. Он говорит, скупые платят дважды. Я говорю, ну, понял, будем покупать новые. Я понял, что не только женщина меня спорит, но с папой тоже. Он ушел в 70 лет с позиции директора по производству «Фоберлика» на пенсию. Я очень рад, что он жив. И вот он сейчас занимается же с нами. И наслаждается внуками. Больше хватает у меня возможности это делать. Мы очень рады, что... Короче, пословица. Любите ваших внуков. Они отомстят вашим детям. В любом случае, в вашей семье не работает почему-то. Вы видели вчера Елену, да, мою жену. Ей огромное спасибо. Она во многом... Не только благодаря Константину Бармашову, но и ей я перестал пить алкоголь, например. Очень небольшое спасибо за это, только лишь одно. Она меня, видите, сподвигла еще трех детей. Я думала, надо бы и дальше было. Много работа еще. Была бы готова. Мы, самое главное, очень... Не только живем здоровой жизни, но, знаете, были моменты, когда что-то тебе тяжело, или когда ты в какой-то тупике. Когда жена партнер, то она тебя поддерживает. Вот это большое счастье, когда твой партнер в семье, он... Ну, что-то он думает по-другому, там, он с тобой там обсуждает. Но видно, что как бы я тебе говорила по Монашмиле, да, о наших мамах, когда тебя поддерживают безоговорочно, тебя, твоих детей, я думаю, это, наверное, самое большое, что нужно человеку, любому. Вот. Я не могу похвастаться, что я его все безоговорочно поддерживаю. Вот. Но если вы не крутитесь, я бы остался после сегодняшнего дня тоже его больше поддерживать. Я решен ты безymph mail тоже с братьями со стороны мамы, со стороны отца, потому что они почему-то тоже уделяют мне много внимания, рассказывают мне, что такое коммунизм. Вот. Ведь вечером как-нибудь... Вот я такой, оо-о-о-о, лет 8, и я вот понял, что такое коммунизм. Говорят одному из своих дядей. Они показали, что семья это вот такое большое-большое что-то очень большое и один из двоюродных сестер Наталья Бенат работает в Убелике и сейчас, собственно, является двигателем-управляющим моих акций вот, поэтому спасибо ей, что она с этим с этим сестерами вот, если кто-то был в Берилево на нашей фабрике, видел, что там много инфраструктуры отопления, асфальт дороги, ремонты вот, чтобы фабрик был в личном состоянии вот это он отвечает до сих пор, в общем-то чем хорошим у нас в семье научили наверное, вот мы стараемся это и дальше нести дети пока меня вдохновляют специфическим образом вот, но вы знаете, какой-то ну с каждым годом все лучше поэтому, наверное стало понятно, что мы часто родители меряем по себе по каким-то своим вот, я помню, как там со старшей дочерью я говорю, вот я там, типа, в твои годы сейчас я так не говорю потому что все люди проживают свою жизнь и то, что дети смогли это объяснить вот самое главное, что дети спорят вот вот вы со мной редко спорите к сожалению ну, кроме некоторых, да вы спорите больше со мной вот а дети меня научили, что когда с тобой спорят это большое счастье значит тебе доверяют давайте тебе доверять АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и не могу в этом зале промолчать ну, как не могу промолчать об этом и в других залах наверное вся бы эта жизнь 26 лет вместе были бы невозможны если бы не было таких товарищей таких друзей как вы мне очень привезло АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вы знаете никогда не пытался ничему вас учить но старался по мере сил учиться тому, что и вы делаете вы рассказываете и вот я сказал, что мало со мной спорите но те моменты, когда вы что-то говорите когда мы особенно что-то ошибаемся такие моменты были в истории компании когда мы делали большие ошибки в том числе это, наверное самое ценное потому что партнеры не только в семье говорят тебе как на самом деле но и партнеры в общем деле в той вот республике которую мы построили тоже единственные кто могут тебе сказать если что-то ты ошибаешься иногда получается вас убедить иногда не получается иногда получается убедить но лучше бы не убеждал потому что бывает и убедила она не так летает это жизнь в которой есть несколько моментов за которые я особенно благодарен лидерам нашей компании у меня был наверное самый сложный момент когда я понял что мы там одну ошибку сделали я говорю одному из лидеров женщине я говорю слушай давай фабриковать другой директор генеральный то что мы тут с Александром ошибку большую допустили нам за ее стыд наверное какого доверия между нами сейчас оно немножко подорвано и эта женщина мне говорит нет Алексей Геннадьевич нам другой директор не надо чтобы исправлял я говорю ну смотри мы же не здорово вот вы это доверие чуть потеряли вы его восстанавливаете своими действиями и история когда тебе партнер и